Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей, с вами компания электричка.ру с электромобилей из Китая. Друзья, сегодня мы расскажем вам об электромобиле премиального бренда Хон Ци. Компания ФАВ в Китае 4 года активно занимается развитием бренда Хон Ци. Ранее под брендом Red Flag выпускались автомобили только для управляющей элиты КНР. Сейчас данные автомобили доступны в свободной продаже. Перед этим они были только для корпоративных клиентов, чуть позже уже стали для частных лиц. Бренд Хон Ци нашим потребителям известен по такому премиальному электромобилю, как Хон Ци EH-S9. Внедорожник премиум класса. Но в линейке Хон Ци появился новый электромобиль, это седан EQ-M5. Друзья, опять же повторюсь, ранее данный электромобиль был доступен только для корпоративных клиентов. Сейчас он в свободной продаже, любой желающий может его приобрести. На самом деле габариты данного электромобиля впечатляют. Он на 15 см длиннее, чем Camry. На 10 см длиннее, чем Mercedes E-класса. Ну, судите сами. 5,040 это длина. Ну, это прям вот впечатляет. 1,90 это ширина. Ну, то есть достаточно большой, комфортный электромобиль. Седан EQ-M5 представлен несколькими вариантами. То есть это либо 4-местный, либо 5-местный. В данном случае у нас на обзоре 5-местный вариант. Запас хода данного электромобиля 600 км. Установлена батарея емкостью 82 кВт. И электромотор мощностью 190 лошадиных сил, либо 140 кВт. Также, я повторюсь, есть 4-местная версия. Там немножко по слабее характеристики. Запас хода 430 км. Электромотор мощностью 130 лошадиных сил. И ограничение скорости там всего лишь 130 км. Ну что ж, давайте теперь приступим к обзору электромобиля. И сразу скажем, что экстерьер электромобиля нетипичен для Хан Ци вообще. То есть достаточно посмотреть на переднюю его часть, которая у китайцев ассоциируется с лицом Венома. У меня ассоциируется она с достаточно таким интересным электромобилем, который очень футуристично выглядит. Что осталось характерно от Хан Ци? Это, конечно же, красный гребешок в середине капота. Вместо привычных нам фар установлены диодные контуры ходовых огней, которые также выполняют функцию поворотника. Основная оптика, ближний дальний свет располагается по бокам бампера. Противотуманов спереди нет. Очень стильно смотрятся вот эти обводы вокруг фар и сочетаются с фальш-решеткой радиатора. Прям смотрится все очень красиво, стильно, прям все в тему. Друзья, знаете, что странно? Отсутствуют передние парктроники, вот обращаю ваше внимание, достаточно странно, но при этом присутствует лидар. Ну что ж, давайте посмотрим, что у него под капотом. Капот открывается, как любой премиум автомобиль, два раза дернули рычажок, капот у вас открылся, никакие там язычки грязные искать не надо. Как я уже говорил, капот открывается, два раза дергаете рычажок, раз, два. И просто его поднимаете. Капот достаточно тяжелый. Опа! Вот это поворот, а упоров-то у него нет. Зато есть привычная нам обычная кочерга. Пожалуйста. Повторюсь, капот достаточно тяжелый. Под капотом все в свободном доступе, пластиком ничего не зашито, то есть все видно, все понятно, бачки, аккумулятор. Так как EQM5 сделан все же под корпоративных клиентов, у данного электромобиля один порт зарядки, это быстрый, и располагается он на левом крыле. Зеркала простые, просто повторитель поворотника, нет слепых зон, нет камер, соответственно. На ручке двери вот есть такая выемка, похожа, конечно, по функции на бесключевой доступ. Пробовали мы так и так, без ключа мы туда пока не попали, возможно, не разобрались, возможно, нет этой функции. Это, наверное, как вот спереди, нет парктроников, но есть лидар. Что-то из этой серии, очень странно. Установлены диски 18-го диаметра, но вот знаете, что самое интересное у нас, наверное, вот такого еще мы не видели ни в одном электромобиле, установлена оригинальная резина Red Flag. Вот иероглифы, пожалуйста. Задние фонари характерны для всех ханцы, сделанные в форме бумерангов, то есть это характерная черта именно концерна FAB. Что у EH-S9, что у EQM5, ну, все похоже, все стилизовано. Опять же, обращаю ваше внимание, отсутствуют задние парктроники, то есть парктроников нет вообще, тоже немножко непонятно, но при этом есть камера заднего вида. Ну что, давайте теперь посмотрим багажник в EQM5. Он без электропривода. Вообще тут на самом деле присутствует такой симбиоз, претензия на роскошь, но с минимализмом с каким-то, то есть элементарно отсутствие парктроников, электропривода багажника, то есть такие вот моменты есть. Объем багажника, знаете, как я скажу, 430 литров, но при этом спинки не раскладываются, никаких ниш там для лыж нету определенно, плюс арки крыльев выпирают. Грубо говоря, положили два чемодана, все, места там нет. Под полом есть ниши для зарядной станции, буксировочный крюк, знак аварийной остановки, жилет, ну, то есть такой вот минимальный набор, все, что есть. Ну что, друзья, вот мы в салоне EQM5, и на первый взгляд данный автомобиль изнутри не выглядит прям премиум классом. Почему? Перед вами аналоговая приборная панель, не очень большой монитор, с вами мы увидели в разы больше мониторы у премиум класса. Ну, самое главное, наверное, самое интересное, у водителя механическая регулировка сидений. То есть, вот ручкой поднимаем себя вниз, вверх, впускаем, ну, наоборот. Наклон спинки регулируем, все вручную. Вот. Ну, как-то так. Опять же, у водителя в козырьке нет подсветки, просто зеркало. И, наверное, друзья, это самый единственный автомобиль, вернее, единственный автомобиль, у которого нет бардачка. То есть, его здесь вообще нет. Положить какие-то вещи у вас минимальные. Тут небольшая площадка, ниша, все. Ну, небольшие карманы в дверях. А почему? Потому что этот автомобиль сделан не для водителя, а для пассажира. Что спереди, что сзади. Опять же, обратите внимание, электрорегулировки. Отсутствие бардачка как раз-таки сделано для комфорта пассажира. То есть, комфортно сидеть, ноги не затекают, удобно. Ну, вот с этой точки зрения очень классно все сделано. Руль здесь с механической регулировкой, но, что достаточно странно, он регулируется только в одной плоскости. Вот сами видите. То есть, и такое сразу, знаете, ассоциация, ты целый день за рулем, а он тем мало того, что механический, так еще в одной плоскости. Короче, это точно для водителя. Руль сделан в классическом варианте, он трехспитцевый. Материал руля достаточно приятный, то есть, именно тактильно трогать его. Это не пластик, это кожа. Ну, приятный руль, тут вопросов нет. Слева находятся регулировки мультимедиа, громкая связь. Справа находятся регулировки круиз-контроля. Подрулевые лепестки. Как я уже и говорил, приборная панель аналоговая, но с достаточно таким интересным рисунком напоминает по себе ловец снов. Вот тут тоже вопросы. У нас вроде немножко другая культура. Китай, Восток, а тут ловец снов. Америка, дети. Симбиоз. Вообще, что можно сказать про материалы, которые использованы в автомобиле? Достаточно мягкий пластик, как сильно его трогаешь, он такой приятный, мягкий, жесткий. Но при этом, а вот здесь вот уже, вот здесь вот мягкий, а здесь уже жесткий. Вставочка такая вот пластиковая, подлокотник, в меру жесткий, ну, удобный для руки, удобно. То есть, трогаешь его, руку положил, удобно. Опять же, хочу вам обратить ваше внимание, достаточно интересная текстура вот у этого материала, у подлокотника, непонятно, ни кожа, ни резина, ни материал, что-то вот такое среднее между ними. Достаточно интересная вот так вот. Очень удобный подлокотник, руку положил, удобно. Минимум глянца, то есть вот, больше, в принципе, глянца нигде и нет. При этом, материал сидений достаточно хороший, приятный, кожа с перфорацией, с боковыми поддержками. На подголовнике вышит логотипы концерна Red Flag, смотрится стильно. Центральная консоль, прям в стиле минимализм, рычаг переключения передач, стояночный тормоз и клавиши аварийки. Площадочка под телефон, ну и ниша под подлокотником. Здесь больше ничего нет. Снизу площадка под ключ, USB разъем и розетка для прикурителя. Под дефлекторами обдува вот есть такая ниша, она либо для телефона, либо для документов. Ну, посмотрим. Ну, тоже не совсем понятно. Резко газанул, телефон улетел, наверное. Монитор, как я уже говорил, он не очень большой, он всего лишь 10 дюймов. Климат здесь двухзонный, регулируется достаточно хорошо. Что можно сказать? Здесь совершенно нет сенсорных кнопок. Все кнопки, все кнопки физические. Стеклоподъемники, блокировки дверей, регулировки зеркал, все физическое. Сверху располагается отчечник и подсветка. Опять же скажу, кнопочка физическая. Друзья, я вам уже несколько раз говорил, что этот автомобиль сделан для пассажира. Давайте теперь вот именно посмотрим, как будет пассажиру впереди и сзади. Вот я сел, мне достаточно комфортно. Вот комфортно. Даже, наверное, поборзел бы, еще бы откинулся чуть-чуть вперед. Ну, мне удобно, комфортно. То есть, сидеть, да-да, за счет того, что отсутствует бардачок. Очень много места для ног. Вот прям, да, комфортно. Сядем сзади, посмотрим. Я сел с правой стороны, не как обычно сажусь слева, а вот именно сел за пассажиром. Вот я сидел там, на самом деле, развалясь. Так бы я, наверное, не сидел, это я немножко приборзел. Сел так вот, вот прям, ну, с перебором. Вот вы сами видите, я сижу сзади, и мне очень удобно. Места достаточно много. То есть, если вот подвинуть чуть-чуть впереди сидящего пассажира, посадить в нормальное положение, поставить кресло, то сзади будет достаточно удобно и комфортно. Опять же, достаточно много места над головой за счет того, что над пассажиром начинается ниша. Плюс у задних пассажиров атмосферная подсветочка сверху. В подстаканнике есть подлокотники. А вот сейчас я сел за водителем. Вы сами видите, что места у меня очень много. То есть, вот так я сидел спереди. Мне было на месте водителя комфортно, удобно. Все. За водителем еще больше места, чем за пассажиром. Здесь ровный пол. То есть, это трехместный. Сзади диван трехместный вариант. Достаточно удобный, широкий подлокотник с нишей и подстаканниками, как я и говорил. При этом есть еще третий подголовник, который устанавливается вот так и складывается нажатием на клавишу. Нет никакого выхода в багажный отсек, как я и говорил. То есть, нет никакой дверцы, ниши и прочего. Друзья, что я могу сказать, вот находясь сзади в этом автомобиле. Все же, да, на этом автомобиле надо передвигаться именно здесь сзади. Очень много места, комфортно, удобно. На голову ничего не давит, на ноги тоже ничего не давит. Ну, здесь чего не хватает? Здесь, наверное, не хватает какого-нибудь журнала Forbes ну, и ехать на деловую встречу. Ну, что, друзья, небольшой тест-драйв на Ханце EQM5. Понеслась. Понеслась и не получится с этим. Держи. По разгону пока непонятно. Отможно холодная батарея. Ну, не пуляет. Не пуляет. Не скажу, что тупит. Но потом подходит хорошо. На самом деле, да. Лиза мало. Да, наверное, подрыва нету этого, да? Турбина не хватает. Потом, в принципе, да, снизок так себе берет. А потом, в принципе, едет очень хорошо. То есть, где-то уже на скорости, на обгоне, я думаю, она будет очень все хорошо вести. При этом такая достаточно тяжелая машина. Большая. Это коробку спорт переключил? А тут нет спорт режима, тут два режима, эко и нормал. Все, тут нету спорта. То есть, вот сейчас мы едем, наверное, вот, как я понимаю, мы едем. Вот, даже китайцы прищупились. Не, вот сейчас нормально, да? Вот, на самом деле, вот, снизу. Нет подхвата этого, вот, то есть, достаточно тяжело разгон набирает. А потом, вот, да, очень, очень, очень даже хорошо разгоняется. По шумоизоляции нормально, да, на самом деле? Лучше шумоизоляция хорошая. Да. То есть, я думаю, что вот, в плане того, что комфортно пассажирам, то так будет комфортно. В этом плане. Луж почти не слышно, когда проезжаешь. Да, вообще не слышно ничего. Звуки на улице, можно откуда-то пробовать окно. Для сравнения. Да, машина, то есть, вот, да, 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 да. ну, я думаю, все же, да, достаточно, поездить, достаточно комфортный будет автомобиль. Это все же тяжелый, большой. Ну, ты что-то скажешь по подвеске. Сейчас еще не прочувствовала, мне кажется, в принципе, достаточно мягкая. Но я хочу тебе сказать, вот сейчас мы чуть проехали, мне не очень удобно сидеть на водительском сидении. То есть, понятно, что машина сделана для пассажира. Ну, а что делать водителю? Либо, давайте тут эти валики, сейчас надо попробовать их настроить, но мне не жестковато сидеть на самом деле. То есть, в принципе, если длительное время за рулем провести, то, мне кажется, устанешь. но так, в принципе, в принципе, достаточно в меру мягкая подвеска, не скажу, что там прям пневмо, но достаточно мягкая, комфортно. Ну, и, конечно же, посмотрим, что находится снизу у этого функции EQM5. Как видите, диски без перфорации, но с вентиляцией. Передняя подвеска стандартно MacPherson на алюминиевых рычагах. Подрамник тоже алюминиевый. Ну, рычаги не дешевые. Дальше идет пластиковая защита. Здесь такая а-ля войлочная. Батарея идет у нас до задней подвески. Задняя подвеска многорычажная, но алюминиевый рычаг только один, так все остальное стальными. Так, алюминиевые ступицы, все закрыто под защитой, батарея закрыта с защитой. Тут тоже войлочная защита стоит. Там, заканчивается батарея, защита с батареей, вернее, батарея с защитой, обработана а-ля антикором каким-то таким, залита гудроном, не гудроном, пластиком каким-то таким, прорезиненная. Защита, короче, чем-то обработана днище. Еще одна войлочная защита стоит возле заднего бампера. Ну, достаточно грамотно все сделано. Как видите, в принципе, снизу все закрыто. Защита начинается от переднего бампера, в принципе, до заднего и претензий по защите снизу нет. Друзья, ну, в конце традиционно небольшой такой резюме моей эмоции, моей впечатлении. В общем, в целом, достаточно интересный автомобиль, он мне понравился. Эксерьер у него очень стюристичный, то есть выглядит он так вот серьезно, массивно. Габариты внушают прям такое уважение. Все-таки 5.0.40 это ну, это 5.0.40. По своим характеристикам, в принципе, достаточно хороший автомобиль, по езде, по качеству автомобилевого управления, рулежки тоже понравилось. Наверное, что не понравилось? Это возможно не то, что не понравилось, а вот если нормально настроить водительское сидение, то и за рулем будет комфортно, потому что я себя чувствовал мне не очень комфортно, мне что-то мешало. Именно, то есть возможно просто регулировочки настроить под себя и в принципе можно и ездить. Но по комфорту надо, конечно, спросить у Адриана, он у нас сидел на пассажирском сидении. Адриан, тебе было комфортно? Ну, короче, говорится, не пода, не пода. Так что вот, поэтому я вам так скажу, в принципе, достаточно хороший автомобиль, очень бюджетный, за свои деньги он того стоит. Тем более, если вы будете на пассажирском сидении. Ну, а я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока!